Могу переставить числа в эту таблицу, чтобы она стала бы в некотором смысле интереснее. То есть, единицу никуда не буду пройти. А вот дальше сделаю так. Напишу 3. Это немножко странно, да? Почему именно 3? Вот так захотелось. Здесь тоже самое напишу. 3, дальше напишу 2, дальше я напишу 6, очень странно, да? Дальше будет 4, и дальше будет 5. 1, 3, 2, 6, 5. А принцип исполнения тот же самый. Перемножаю и беру остаток отделения на 7. Сейчас будет совершенно удивительный результат. 1, 3, 2, 6, 4, 5. А вот теперь смотри здесь. 3, 2, 6, 4, 5, 1. Господа, посмотрите, пожалуйста. Я эту таблицу заполняю гораздо быстрее, чем тут. Там я каждый раз думал, считал. А сейчас удивительным образом она простая, она понятная. По диагонали ведут все время одни и те же числа. Здесь вот мы возьмем двойки, ну и четвертые. Господа, объясняю почему. Потому что это не просто двойка, а это 3 в квадрате. А это 3 в кубе. 3 в четвертых, а вот это вот 3 в пятых. Я каждый раз умножал на 3. Это говорят так. 3 первообразный корень, первообразный, трудно сказать ударение. Первообразный корень по модулю 7. Тройка является первообразным корнем по модулю 7. Общее определение такое. Если вы берете некоторое число и выписываете степень альфа, альфа в квадрате, альфа в кубе и так далее, альфа в p-2 и дальше альфа в p-1 и получается единица. И вот все эти числа разные, ну понятно, единица не может быть уже разной, а вот в p-1 число. Если все они разные по модулю p, то число альфа называют первообразным корнем по модулю. Карл Федерик Лаус доказал теорему о существовании первообразного корня по любому простому модулю. Мы сегодня обязательно это должны сделать, потому что, ну иначе вся наша наука, что называется, никуда не будет годиться. Это главный факт обустройстве мультипликативной группы вычетов по модулю p. То есть есть такое число, что на самом деле, вот это очень важно понимать, умножение, вот по модулю p, умножение, это то же самое, что сложение по модулю p-1. То есть, когда вы перемножаете степень тройки или в данную степень альфа, то когда вы умножаете альфа в к степени на альфа в m, то это получается альфа в степени k плюс m. И при этом k плюс m имеет смысл граф по модулю p-1, потому что в p-1 степени любое число, не делящее стопы, дает остаток 1. Таким образом, существование первообразного корня сводит задачу умножения по модулю p, простому модулю p, к задаче другой, к задаче о сложении по модулю p-1. Ну согласитесь, что складывать гораздо проще, чем умножать, и поэтому это действительно, что называется, фундаментально важный факт. К сожалению, доказать его не так-то просто. Поэтому давайте сделаем так, я его запишу, и обязательно я должен в какой-то момент сегодня, если первое стоя, то существует первообразный код. Альфа по модулю p, то есть такое число, альфа, не делящееся на p, что альфа в кадре сравнима с единицей по модулю p, тогда и вводим тогда, когда k делится на p, вот, собственно, написано определение первообразного код, да? Если вы берете не делящееся на p число и возьмете в степень, то единица получается только, когда показатель степени делится на p-1. Ну, иначе не могло быть, потому что если показатель степени делится на p-1, то просто по малой теореме первообразного код может быть, да? А вот раньше не могло быть. Хорошо. Итак, эту теорему надо будет доказать. Кстати, у нее потом есть еще некоторое разбитие. Оказывается, первообразный код есть не только по модулю к 100 числа, а он есть еще по некоторым числам. Например, если число p нечетное, то он есть и по модулю p квадрат, p фут и так далее. И даже по модулю 2p квадрат, p, 2p квадрат. То есть чуть-чуть можно расширить и смотреть, как устроена мультипликативная группа вычетов по непростому. Идея там такая. Надо выбросить все числа, которые с рассматриваемым числом имеют больше единицы общей делитики. И смотреть только на оставшиеся числа. Но это чуть-чуть потом.